Сейчас я вам дам поесть, я с ним сразу перебью, а то меня отругали. Славик Лебезов согласился на 5 минут рассказать о своем подноготке за 15 долларов. Да, так и есть. Добираюсь Михаил. Ну что, в Саратове не кормят? В Саратове это не стоит 15 долларов, к счастью. Слушай, я тебя давно знаю как Ваня Урганта, ну или как Леброльку. Ну я реально удивился, ты немножко так выделяешься из общей покерной массы, потому что мы с тобой познакомились то ли в Одессе, то ли в Киеве. В Киеве в 2009 году. Это у тебя такая память хорошая, это для тебя знаковый момент? Нет, просто у меня, когда я хотел стать комментатором покерной серии, и уже через Илюшана добивался к вам куда-то поехать на какую-то серию, спрашивал, а можно ли вот мне не один раз будет прийти, например, а несколько раз прийти, мне нужно было подготовить какие-то козыри, чтобы я пришел в комментарии и сказал, ааа, Мишка, здорово, помнишь в 2009 мы с тобой на РПС, на последнем, в Киеве-то встретились, в 6 максе. Не, ну ты сел и реально подумал, что похож на Урганта, и ты сказал, я тот самый знаменитый Лебройнка, я как бы кивнул головой для приличия, чтобы тебя не расстраивать. Ты с чего начал играть? Как это вообще? Чем ты занимался до покера? Я до покера играл в доту. В общем, вы все эти? Нет, я играл в футбол, в доту, и на пятом курсе просто удалил доту, и делать было нечего, а форум, скажем так, местный я почитывал, а там кто-то скинул ссылку на покер стратеджи, ну и пошло-поехало. То есть мне заменило это игру, то есть не в плане зарабатывания денег, а мне было интересно играть, я каждый вечер включал, то есть деньги сами по себе мне не были интересны, то есть это как был бонус, но хотелось побеждать именно в турнирах, чтобы вот я там займу какие-то высокие места. А из тебя тоже не получил специально спортсмен, а не выросло поместа достойно? Ну, там начал, сначала пошел на плавание, там успехов не достиг, потому что я поздно пошел, то есть у меня уже растяжка не подходила, ну, то есть невозможно было сформировать там вот этот плавательный скелет, кто не знает, то, собственно, в 6 лет там так тянут, так растягивают кости, чтобы именно вот все шарниры вот эти рук в ног крутились как надо, вот, и пошел на футбол, футбол до 9-10 класса я играл, и там уже нужно было подписывать полупрофессиональный контракт, где, в какой-то фарм-клубе Сокола? В фарм-клубе Сокола из края Энгельс, вот, я в Энгельсе жил, и, собственно, я понял, что отношение, которое было там, ну, и как бы изнутри, что все это как-то мне не выглядело вот то, чем я хочу связать свое будущее, потому что потом начинались уже двухразовые тренировки, там, какие-то сборы и так далее, и я подумал, что я хочу поступать в университет, и я перевелся из Энгельской школы в Саратовский лицей физико-математический. Ты сказал, ты журналист, ты на журналистский факт поступил? Нет, журналистский курс, кстати, я уже после физфака закончил, вот, и я, в общем, перевелся в Саратов, учился там, ну, и с футболом уже даже, ну, была возможность вмешать, ну, как-то я уже охладел именно вот к соревнованиям, ну, не то, что соревновательно, а вот команда там распалась получилась моего возраста, ну, и как в новой коллективе не влился и ушел. И, собственно, ну, наверное, не жалею. Ты когда-то пожалел о том, что на физфак пошел? На третьем курсе я понял, что физиком я не стану, потому что я искал, ну, не то, что искал работы, я решил поинтересоваться, куда я могу пойти в Саратове работать с физическим образованием. У меня была одна группница, у которой отец работал на заводе, и я говорю, Рита, спроси, пожалуйста, у папы, как я вот, хочу стать физиком, что мне для этого надо сделать? Ну, она узнала, говорит, ну, там, 7000, 7000, как бы, будет зарплата. Я думаю, переспать скепт надо, на 10 тысяч хватит. Нет, 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 7000, 7000 будет зарплата. Факсов? Рублей, естественно. Испытательный срок там какой-то, и если повезет, то через несколько лет ты станешь инженером, и вот тогда все изменится, и у тебя будет 10 тысяч рублей зарплата. Вроде не глупый парень, а о чем ты думал на первом курсе, когда шел в СССР? Тебя привлекало на перспективу сделать ядерную бомбу? Нет, не было. То есть, я хотел поступить в университет. Чтобы от армии откатить? Нет, ну, в том числе... Ну, я ради этого пустого. Ну, нет, ну, хотелось получить образование. Я хотел на МИХМАК, на компьютеры, вот. А МИХМАК, на тот момент, это был самый популярный факультет. Соответственно, туда очень большой конкурс, соответственно, взятки. Я был вот в своем лицее, скажем так, по алгебре и физике на ведущих ролях. И, казалось бы, ну, по крайней мере, на МИХМАК могу поступить, ну, с закрытыми глазами. Потому что на тот момент еще ЕГЭ не было. Это был последний год перед тем, как ЕГЭ ввели в обязательную программу. Вот. Тогда были просто тесты. И вступить на экзамен, это были тесты. Мы их, естественно, в апреле пробные все написали. И у нас были, скажем так, все типичные задания. Естественно, там, я набирал, там, 70 через 100, когда писал. Я пришел поступать на МИХМАК, и мне сказали, ну, знаете, у вас, там, 5 баллов из 10. Ну, я имею в виду, это у вас, там, 52 балла из 100. Вот в этом тестируют. Пошел на апелляцию, понял, что там все куплено. И у меня, скажем так, резервным вариантом лежал физфак. Потому что там тоже, как бы, вступительная была физика-математика. Ну, тут была физика, ой, тут была математика и что-то еще. А, математика УСМА, математика письменная, там математика-физика. Ну, и я такой, хочу забрать документы, потому что я уже в политехнический там поступил. Там, с космическими баллами, где ничего не куплено было. Ну, они сказали, да вы, типа, проходите. Ну, получилось, что политех, он очень далеко был, мне было лень ездить. Поэтому я подумал, ну, ладно, пусть на физфаке будет. В Саратове ездить, куда далеко ездить? Ну, я и в Энгельсе жил, то есть, мне 40 минут было до Саратовского государства. Просто мне кажется, что все, что кроме Москвы, Питера и Казани, это маленький город. Ну, скажем так, я жил за скадом в Саратовском, в Саратовской кольцеварте. Ну, то есть, за мостом, ну, как бы, просто было далеко ездить. В итоге на физфаке на третьем курсе я вот узнал про завод, разочаровался, перестал, скажем так, даже готовить с экзаменом. Ну... Решил, что даже в Доте платить не меньше. Нет, тогда еще, кстати, вот про Доту я пожалел потом, когда у меня, в принципе, были неплохие результаты, но вот этот взрыв, бум Дота, он произошел чуть позже, чем я уже завязал, скажем так, уже окончательно. То есть, я, получается, же попал, ну, скажем так, на рассвет покера, поэтому я в покер это и задержался. А с учетом, что Доту я забросил до ее рассвета, то потом уже ворваться, когда, как бы, там появились огромные деньги, и конкуренция была настолько, ну, порог вхождения, скажем так, стал слишком высоким. Ну, слушай, насколько я понимаю, с любых словах сможешь ответить, все-таки в Доте, ты говоришь, конкуренция высокая, там огромные деньги, но их зарабатывает, там, всего несколько, там, топ-команд или человек, то есть в покере зарабатывают гораздо больше людей, чем в Доте. Согласен, ну, тут же вопрос трудолюбия и таланта, да, то есть, есть игроки, которые обладают талантом, ну, например, кажется, компьютерная игра, это кто быстрее нажмет там, накликает, как бы, нужную комбинацию клавиш, и вот ты победитель, на самом деле же нет, то есть, есть в тех же Доте командах, например, там, аналитики, есть капитаны команд, которые сами могут, скажем так, именно по вот этим, как это называется, микро-игра, то есть, макро и микро, да, то есть, по нажатиям, кликам, вот это, они могут быть не на высоте, но макро, то есть, тактически они могут управлять командами. Ну, я опять немножко подругой, что вот, ну, сколько человек в мире в Доту там зарабатывают хорошие деньги? Ну, наверное, сотни? Нет, я спрашиваю, я не разбираюсь, правильно? Сотни? Да, да, где-то около того. А в покере зарабатывают, там, десятки тысяч. И в покере, как я понимаю, проще, то есть, вот, ну... Ну, в Доте проиграть нельзя. Ну, хорошо, в покер. Собственно, через полчаса этого вырежем это вступление, чтобы ты разговаривался и так далее. Ну, в покер ты пришел, посмотрел, наверное, про Ваню Демидова услышал, да? Нет. Ты тоже попал на этот бум покера, нет? Нет, я говорю, именно... То есть, я игровой человек, то есть, мне любые правила... То есть, я именно, вот, вижу что-то, какую-то игру, да, и какие-то узнаю ее правила, мне, в принципе, понятно, смогу ли я со своими возможностями, талантами в нее преуспевать. Если могу, то пробую, да? Ну, с покером, скажем так, получилась любовь с первого взгляда, то есть, то, что... Именно, я не азартный человек, то есть, мне в покере не интересно, там, вот это вот... Там, выигрыш крупных денег какой-то, вот, там, кого-то заблифовать и так далее. Для меня это, как раз вот, исходя из того, что я, скажем так, математик, это какая-то вот смесь математики, логики и спорта, да? То есть, почему я играю, собственно, турниры, а не кэш, то есть, не СНГ, там, какой-то степень кэш. Ты вообще не пробовал? Нет, я пробовал, но это просто не мое. То есть, при всем при этом, что я понимаю, что, как бы, где там сильные, ну, какие нужны стороны, да, человеческие для того, чтобы это играть. И, в принципе, наверное, мог бы, но не мое. И я пробовал, не получается, я уже для себя поставил черту. И, ну, могу только, вот, по фан, там, просто с друзьями поиграть, как бы, провести время. Ну, зарабатываю денег. Как твоя карьера двигалась? В каком ты начал году, примерно, в 10-м? В 2009-й год. В 2009-й, так, я заканчивал университет и, собственно, была впереди дипломная работа, возможно, армия, возможно, там, в стране был финансовый кризис, то есть, с работы, я тогда работал в страховой компании, меня подсидели как раз, что ты боялся, что я тебя у Илюшана подсижу. А меня там все-таки подсидели. Тоже кто-то молодой, красивый пришел. Ну, примерно, да, там, девушку, девушку решили вместо меня засунуть. Ну, сап, понимаешь, надо было лучше стараться. Да. Ну, и, в итоге, времени было много, и вот я в 2009-м начал, потихоньку, потихоньку. Начал с чего? Ты подгрол какой-то выделил или фрирол? Нет, вот 50 долларов от Poker Strategy, я их проиграл, фрироллы, фрироллы, фрироллы. Ну, потом я подумал, что можно сжульничать, зарегал аккаунт на маму, выиграл, ну, то есть, отмыл вот этот бонус. Получается, да, их же нельзя было. Как только я его отмыл, я сразу выбыл, сделал депозит уже на свой аккаунт, ну, то есть, чтобы все-таки жуликну не до конца. И, как бы, вот, с тех пор, как бы так, на своем, вот, Лебронька, вот, оно пошло. СНГшки сначала по баксу, потом на Poker Strategy посещал тренировки, так потихоньку рос-рос, подключал МТТшки. И, вот, к осени уже 2009-го я выиграл первую тысячу долларов, накопил. Это у меня была прям цель, что тысяча долларов, потому что я жил с мамой, она, ну, не понимала, что вот она заходит вечером. Раньше были зеленые человечки, а сейчас вот карты, то есть, ну, как для все-таки взрослых людей, когда видишь, что их ребенок играет в карты, особенно по ночам, то это достаточно страшно. Ну, ладно, вообще какой-то стрип-покер там, что-то происходило бы девушке. Да, а тут просто сидел и сидел. Ну, благо, у меня мама понимающий человек, я ей все объяснил. И когда я, собственно, в сентябре вывел эту тысячу долларов, я заказался в интернет-магазине ноутбук, мне пришел этот ноутбук, я пришел и говорю, мама, вот смотри, это я выиграл покером. Вот, мама, кстати, до сих пор им пользуется, вот он только недавно-недавно там уже начал подвигать коги, то есть, насколько я грамотно подошел к выбору. Вот, и все, у меня остался банкрот, что-то 50 долларов, вот, то есть, тысячи, то есть, я вывел, и вот у меня 50 дурак. Ты тогда не думал про банкрот, менеджмент, на что гадать будешь? Нет, ну, мне... Или для тебя опять был интересен челлендж, опять с этих 50? Ну, мне не то, что интересен челлендж, мне было именно важно купить этот ноутбук, чтобы это был мой трофей за проведенные вот эти полгода. И вот с этих 50 долларов я проигрывал, 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 у меня оставалось 8 долларов, и тогда я, собственно, читал потихоньку покер-стратеджи и завел блог. У меня, поскольку я же регистрировался, первый раз, который я проиграл полтинник, то ник Лебронько был уже занят мной же, да, и мне пришлось выбрать другой ник, я зарегистрировался там, ну, как бы на свое имя, вот. У меня был ник Старикан, ну, абсолютно случайно, то есть я просто зашел там в Counter-Strike, первый попавшийся выбрал и зарегистрировал. Банальный вопрос, Дай? Ну, я много перебиваю, нет, и ты мне не отвечал, Лебройко сказал, что Леброн Джеймс? Да, это как раз 2000, то есть это еще задолго до покера, 2000 какой там год, когда его еще не задрафтовали в НБА, но он уже наподписывал кучу контрактов, в том числе с EA Sports, и они его засунули в НБА, но он там был свободным агентом и автоматом выбирался для игры один на один стритбол, вот. А я, ну, так, делать нечего, играл в НБА, и, собственно, мне постоянно его выставляли, думаю, что кто это такой вообще? И понравилось написание, что я же Леня, да, как бы Леонид, и тут Леброн, то есть созвучные немножко имена, немножко одинаковые буквы, и мне понравилось, что две заглавных, то есть и ни у кого такого не было ника, и я начал... Плесы оба высокие, оба черные, да, 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 и я как раз в тот момент баскетболом увлекался, вот. И, собственно, взял Леброн, и я был, ну, я уверен, что в русскоязычном, ну, в Рунете первым, одним из первых, скажем так, у кого был Леброн, потому что у меня есть Леброн Мейлру, то есть это, ну, говорит о том, что не Леброн, два, два, три, три, восемь, восемь, пять, пять, шесть, семь, Мейлру, а именно вот Леброн, там, и по факту во многих этих у меня Леброн был. Ну и смотри, ты катаешь 7 лет МТТ, и, собственно, когда ты дошел, там, Котяш Саби, и, 60, 60? Да нет, ну, сейчас, сейчас неудачные времена, сейчас где-то Абит 30 играем. А у тебя есть амбиции? Ты был перед кат катал, там, всякие вот эти 6 макс ежедневные по 320? Были моменты, ну, амбиции в плане рейваров? Я понял, да, ну, я уже сказал, что у меня эго, скажем так, не очень большое, то есть я сревнуюсь, скажем так, в конкретном взятом турнире, а не кого-то, то есть я, например, со знакомыми вообще стараюсь софтплей, то есть у меня нету такого желания, что вот, ага, я знаю Мишу Семину, ну-ка, я-ка его лишний раз 3бетну, да, то есть такого нету абсолютно. Ну, тут нужно разделять софтплей и как раз отсутствие эго. Ну, я имею в виду, что нет вот этого желания ушатать как у кого-то знакомого, там, или вот этот рек, там, я сейчас его накажу, то есть такого нету, ну, конечно, это плохо, я считаю, для пойкера, потому что это, по факту, наверное, не позволило сделать более, скажем так, яркую, да, карьеру, ну, потому что, ну... Почему не позволил? Ты думаешь, что твоя карьера уже близка к закату? Ну, все-таки, это как, знаешь, возможно, я там сейчас раскроюсь, да, как вот какой-нибудь там Роман Широков, условно, да, или Дитрих Фаст, который как раз... То есть, который долго, долго там человек играл, а потом, бам, вдруг сделал какой-то резкий скачок и стал там, ну, скажем так, не топовым, но близко к топовым, да, то есть у меня как раз вот это вот отсутствие эго сказалось, потому что были банкролы, когда я мог играть там все подряд практически в интернете, но... Да, это ты столько заработал, набридел... Ну, да, выигрывал, выигрывал, там... Какой у тебя был максимальный банкрол? Ну, который на Руме прям был где-то... Нет, ну, не важно на Руме, ты же профессиональный игрок. Ну, ну, 1060, то есть, еще в те времена, то есть, когда поля были слабее, ну, не то, что прям слабее, но 1060, как бы, был в 2014 году, наверное, в пик был, как раз там был бест кэш у меня, ну, у меня в интернете, то есть, всего 36 тысяч бест кэш, и потом после этого я выиграл мини-фтопс просто первое место, там, или, ну, по-моему, мини-фтопс, 33 ребайник, 17, потом очень удачный январь, потом варма в шестое место, потом мини-фтопс я затаскиваю лидерборд, то есть, и вот как раз, и это я в Киеве еще жил, и я как раз вот после возвращения, скажем так, пошло немножко аура киевская пропала, и... А что ты в Киеве-то не задержался? Только, ну, политика сыграла свою роль, и... А, то есть, ты такой, ты не толерантный? Нет, не то, что не толерантный, я просто был неофициально, ну, как не то, что неофициально, то есть, я делал въезд-выезд и продлевал свой срок проживания, но поскольку я, скажем так, честный человек, я не могу там обманывать кого-то, вот ты спрашивал там про армию, то есть, я не откосил от армии, меня просто не взяли туда, то есть, у меня была возможность заплатить взятку на Мехмат, куда я хотел поступать, и я отказался туда платить взятку, то есть, и поэтому, то же самое с Киевом получилось, то есть, у меня была возможность там остаться, вот, ну, там, и как-то оформиться через взятки, или как-то, ну, просто не выезжать, а потом депортировать меня, там, и так далее, ну, я решил быть честным, вернулся, ну, плюс, все-таки, родственники очень сильно волновались, потому что, все-таки, военные действия какие-то там происходили, поэтому, собственно, и вернулся. А потом уже, как-то, политика пошла-пошла, и я очень хотел, потому что Киев мой любимый город, но, к сожалению, так пока что я и не созрел для того, чтобы... Смотри, сколько у нас похожего, у меня тоже Киев, как минимум, один из любимых городов, и из тех городов, где я мог бы жить, я не очень представляю, жизнь за границей, хотя бы, идеально, жил в Вегасе, но вот, из городов в Европе, у меня Киев любимый город, А мы оба с тобой играем в турниры, оба молодые, красивые, оба... Играю в футбол. Да, в футбол играю я, но я обычно играю гораздо лучше, чем то, что ты играл. Ну, не, я думаю, что в своем оптимальном состоянии у нас только в поле боевает, но, наоборот, конечно, у меня шансов нет. Другое дело, что возраст, да, влияет. Но не про меня речь, а, собственно... Собственно, давай перейдем к той теме, за что тебя все покерин комьюнити знает, уважает, любит, и... Ты, наверное, одним из первых был, кто начал регулярно это делать в российском комьюнити, может быть, наряду с Мишей Инером и Толей Филатом, это стримы. Когда ты начал стримить, из чего ты начал делать? Нет, я не просто наряду с ними, я начал стримить... Ну, то есть я не беру тренировки на покер-статидже, когда там стал формат, что тренер показывает свою игру, его смотрит, да, ну, потому что все-таки это не совсем стримы были, это было, скажем так, я просто давал ссылку на, там, определенную программу, все заходили, кто мог, а я для них комментировал, да, ну, то есть это, как бы, прообраз стримов, а именно стримы в открытом доступе, то есть когда я запускал поток, и люди все, ну, просто, кто интересовался в покер, могли каким-то образом это найти, да, по ссылке или случайно наткнуться. Это было еще до того, как появился Твич, это был Джастин Ти Ви, который потом выкупил Твич, вот, поэтому, собственно... У меня Джастин Ти Ви ассоциируется с пиратским просто ресурсом, где я вот тоже... Футбол, да, смотрел, да, вот... Баскетбол, хоккей, амбейный... И потом, как раз просто, когда уже стрим-снайпинг развился на тренировках по Этерстратеджи, то есть когда, ну, программы, через которые это все осуществлялось, не позволяли сделать задержку, поэтому приходилось искать сервисы, которые позволят это сделать, вот как раз Джастин Ти Ви, скажем так, это, опять же, прообраз Твича, ну, то есть Твич, по факту, выкупил эту платформу, переименовал, и всех пользователей оттуда перенес. Поэтому у меня, кстати, и ник Лебронько Ти Ви, а не Лебронько, потому что на Джастин у меня был Лебронько, и у меня, к сожалению, к нему нет доступа к тому аккаунту. Пришлось добавить вот эти вот телевизионные буковки. Так, то есть ты первым был покерным комьюнити? То есть в покерном комьюнити не было закладки покер, не было вообще никого, то есть на Джастин Ти Ви, то есть был пиратский футбол, пиратский футбол, я как бы периодически просто запускал покер, вот, а потом, когда уже появился Твич, то я был из русскоязычных вообще один, как раз вот был покер Стейплс, да, старший, который братец, мы с ним по факту были двоем на всем Твиче. А когда было, сколько лет назад? Ну, я не знаю, это тысячи, какой, надо хронологить, даже, честно говоря. Ну, пять лет назад, просто мне сейчас кажется, что уже покер-стримы, это настолько естественно, недавно существует. Ну, вот смотри, то есть я был в 2009, просто надо вспомнить, когда я ушел с покер-стратежи, вот, по-моему, черная пятница когда была, 2014 или 2011, ну, значит, 2012 где-то это было, вот. Потому что еще на черной пенсии я где-то как раз покер-стратежи заканчивал уже потихоньку, или только еще, ну, ну, как-то, по-моему, 2012 год. Ну, а как тебе эта идея пришла в голову и зачем? Как ты это видел? Просто развлечение, надеялся это монетизировать как-то? Нет, монетизировать нет, то есть это было развлечение, то есть, как вот, с одной стороны, у меня нет эго в плане вот, там, какого-то вот этой агрессии, там, какого-то вот этого роста, ну, хай-лимитом, да, но в то же время есть эго с точки зрения, ну, можно сказать, популярности, да, медийности, то есть, в университете... Ну, можно чуть-чуть, да, так сказать, что в университете, как раз в студенческом лагере, скажем так, я был на ведущих ролях, и как раз вот внимания, вот, внимания не хватало, и все равно, ну, я уже это говорил, что на своих стримах, в том числе, когда спрашивают, потому что, ну, покерные игроки, они, по большей части, особенно гриндеры, они асоциальные люди, то есть, которым очевидно, что не хватает общения в реальном мире, и поэтому они совмещают свою работу с общением за счет стримов, то есть, они дополучают вот эти вот эмоции от знакомства с новыми людьми, общения с какими-то людьми, да, то есть, и плюс, они чувствуют нужность обществу, то есть, все-таки, если там спросить, вот ты там, например, Столивар, да, ты чувствуешь, что ты вот делаешь, что мы сидим на стуле, у которых железные ножки, ты чувствуешь, что ты сварил эти ножки, да, ну, не куриные, конечно, вот, а если ты покерист, то тебя спрашивают, а что ты делаешь полезного для общества? Семерка, может быть, в том числе, Пикова. Он знает, что мы его будем вскрывать, правильно, поэтому блефовать, по идее, он не должен. Вот, я сам себе, как бы, говорю, блефовать он не должен, но, блин, он ставит столько мало. Ну, зачем я это делаю? Просто злость берет. Ну, выкини, забудь, ну, блядь. Просто вот это меня бесит. Не проигранные раздачи меня бесит, меня бесит то, что я сам себе сказал, что сделать, какие развития событий, и все равно я на ревере нахожу этот полный, и он теререт. А в чем польза этого экстрима для общества? Ну, по факту это развлечение, то есть люди проводят, например, вечер не за сериалом, а за стримом, то есть кто... Ты думаешь, есть такие люди, которые не играют в покер, и кому это интересно? Ну, есть те, кто не занимается этим профессионально, но я имею в виду, то есть они играют там с друзьями, но им интересно порой посмотреть, то есть, опять же, у каждого стримера есть свой контент, да, и своя аудитория целевая. То есть кому-то нравятся там какие-то прям вот агрессивные лудомания, когда там лезут на хай-лимиты, или там что-то вот, какие-то отчаянные мувы там что-то делают. Кому-то нравится, ну вот как Петя Лудоманов вспомним, да, что кому-то нравится такой более приземленный, да, подход, то есть когда человек не профессионал, и он показывает свои эмоции очень ярко, да, кому-то это нравится. Ну, есть любители, скажем так, скучных стримов, это вот как раз у меня, как у меня, я хотел сказать, вот, что такой размеренный разговор. Ты, кстати, не особо за чатом следишь. Нет, вот, кстати, ты не прав, потому что я за, получается, сколько, ну, тоже, если посчитать, где-то 5 лет стримлю, я, по-моему, пропустил в чате только 13 вопросов за всю свою карьеру. Тебе вопросов мало задают, хотя я тебе столько гадостей писал, и ты все равно. Ну, ты просто с другого ника писал, правильно? Ну, я с ника Покердом, да, писал. Ань, Покердом один, да? Да, нет, просто с Покердом. Ну, кстати, реально, вот, я посмотрел, это правда в топ, но у меня вопросы идут вот стеной, может, потому что я отвечаю, на меня люди... Просто ты редко стримишь, и в этом, в этом проблема. Ну, может быть, или на меня еще люди обижаются, с одной стороны, это всем нравится, что я развернутый человек, с другой стороны, обижаются, потому что мне говорят, через час после стрима у меня задержка уже полчаса получается, потому что на самый простой вопрос я даю такой же развернутый ответ, как ты даешь в жизни. Как ты умудряешься кратко отвечать во время стрима? Ну, это, во-первых, говорю, что ты стримишь мало, поэтому, скажем так, даже постоянные, кто постоянно смотрит твои стримы, да, у них за вот эти два года между твоими стримами, да, разница, у них возникают какие-то вопросы, узнают, что у тебя нового, поэтому ты хочешь, не хочешь, тебе приходится на их вопросы отвечать, да, а у меня получается уже... То есть у постоянных стримеров, кто делает, ну, по пять раз в неделю, да, трансляции, у них есть, скажем так, свой пул зрителей, которые уже, ну, все знают, поэтому многие из них помогают отвечать на вопросы, то есть если там какой-то часто повторяемый вопрос, то, собственно, зрители сами в чате, я их прошу об этом, да, есть модераторы на канале, которые скидывают, собственно, ответы на эти вопросы, да, плюс, опять же, ты все-таки, скажем так, голос покера, да, то есть много людей, которые не играют на постоянной основе, ну, например, смотрят трансляции с каких-то или раньше смотрели, да, они увидели твой стрим, зашли и вот им хочется задать какой-то вопрос, да, все-таки у постоянных стримеров именно вот случайных людей, прямо вот случайных людей, их достаточно мало, а если случайно люди заходят, то они, опять же, сначала пытаются там как-то посмотреть что-то, узнать и потом только задать вопросы, но в целом, я не могу сказать, что мало вопросов, но у меня чатик мертвый, да, это. Какой самый нелюбимый вопрос в стриме, который ты ненавистный? Самый нелюбимый вопрос в стриме, когда стрим Михаила Семина? Ты не знаешь, когда? Слушай, ты сказал про 5 стримов в неделю, ты реально 15-20 раз в месяц стримишь? Ну, я, ну, я, у меня это периодом, то есть, вот почему ты, например, сказал, что там вот Иннер там и Филатов, и я начал с ними в одно время, просто получилось, что когда они начали, я уже закончил, ну, как минимум на постоянной основе, потому что, и, собственно, мне не повезло в какой-то момент, и что я не знаю английского, например, потому что, говорю, что на тот момент был стейплс и я вдвоем, и у нас, скажем так, у меня была русскоязычная, у него была англоязычная, то есть, если бы я какие-то подвязки имел, то, может быть, я бы сейчас тоже был продругом Покер Старс, как стейплс, да? Тебе не нравится быть продругом Покер Дома? Нет, ну, я имею в виду, что Покер Дом-то появился, собственно, буквально в последнее время, и это как раз... Реанимировал твой стрим. И то, что реанимировал, а то есть, вот смех смехом, а получается, вот у меня в ноябре была финалка с Андой Миллиона, и был большой хайп, что вот там куча зрителей, и следующие стримы, опять же, собирали очень много народу, и потом очень неудачные месяцы, и, собственно, я же, как профессиональный игрок, я зарабатываю не стримами, а игрой, и я проанализировал и понял, что стримы, ну, реально... Минусовые. Ну, не то, что минусовые, а, как бы, если так дальше пойдет, то уже, как бы, я и Покером зарабатывать не смогу, поэтому я принял решение, что я со стримами, ну, поставлю как минимум на паузу, вот, и сосредоточусь на игре. Да, вот ты тоже, ты более молодой там, чем я, ты больше успеваешь, может быть, но у тебя тоже есть та же проблема, что все-таки стримы отвлекают, они влияют на качество игры, плюс есть моменты, где ты объясняешь вот свои мысли и не успеваешь подумать, у меня даже бывает, что я начинаю рассказывать, не успеваю нажать кол, там, карты в пас уходят, ну, а главное, еще у меня есть такая проблема, не знаю, есть ли она у тебя, это вот опять многоярусный вопрос, за который говорит Михаил Семин, у меня бывает, что я объясняю, 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 и потом, наконец-то стало, что я объяснил, мне стыдно принять другое действие, то есть, понимаешь, как бы, я делаю это действие, и потом, когда я уже выключился, я понимаю, что, блин, я вот этот кол нажал, только из того, что я людям объяснил, что здесь вроде как нужно делать кол, хотя бы выкинул карты, или наоборот, и опять же, я долго думал, а людям интересно карты посмотреть, а есть вот тоже такое, то есть, ну, влияет, да, стримы на качество? Ну, я понял, ну, в основном это заключается в том, что ты, скажем так, за счет того, что отвечаешь на вопросы, по факту это как дополнительные 5-6 столов, то есть вот так это влияет, то есть ты там, где мог разыграть раздачу более вдумчиво, ты ее играешь на автомате, и там, где ты мог, например, лишний раз сделать рейс при флоп, да, ты выкидываешь, или где-то мог защитить, ты думаешь, ну, тут вопрос, ты отвечаешь и инстинктивно, как бы, нажимаешь на пас, чтобы не отвлекаться, и, ну, в таком роде, да, и плюс, ну, сами вопросы, как бы, ты уже привыкаешь, да, на них отвечать, ну, в любом случае, это именно вот отвлечение какого-то внимания, рассеивание внимания, плюс, самое главное, все-таки, это когда ты еще помимо того, что играешь, говоришь, ты физически устаешь, и... Да, вот ты тоже устаешься, есть опосторшение пока, конечно. Ну, это, как бы, со временем у тебя выносливость увеличивается, но смысл в том, что ты не можешь долгие сессии играть, то есть обычно, например, ты играешь, там, ну, там, с 6 вечера до 3 ночи, а здесь ты уже, там, в 12, ты уже как выжатый лимон, а тебе докатывать самые важные стадии, плюс, опять же, в важных стадиях у каждого эксперта из чатика есть свое авторитетное мнение, на которое тебе надо обязательно прокомментировать, потому что иначе тебя, там, смешают с грязью, что ты... Или ты сделаешь какое-то решение, которое, по-твоему, правильно, а тебе вместо аргументированного совета начинают на тебя говорить, о, ну, бас, как ты мог выкинуть, или зачем ты заколировал, ну, что же ты делаешь? А теперь понятно, почему ты в минус катаешь, о-о-о... Я вот выкинул трипс, где сам себя уговорил, причем я бы сделал колы, если бы это был не стрим, но там я так доходчиво рассказал, что когда у меня там, да, пусть я не считаемый трипс, но я по риверу ставлю, добираю, катерам прочекаю, а человек мне двигает алын, так бдительно рассказал, что все-таки вроде мы мало что бьем, что я выкинул карты, человек мне показал блеф, вот, и мне до сих пор там уже две недели пишут, и это, да как ты мог, да что за бред, да как так можно играть в покер и так далее. Но ты меня, по крайней мере, утешил, что дело не в моем возрасте, а я про усталость. Нет, не в стоем, есть, есть, да, есть усталость, это, ну, это стримы... У меня есть вопрос. Хорошо, давай. Леня, скажи, а сколько ты зарабатываешь сейчас на покере? На покере или стримами? Ну, давай, и то, и то. Это как раз вот мне задавали в одном из интервью, которое я давал, какой у тебя самый нелюбимый вопрос? Ну, если серьезно, то тяжело посчитать, потому что, ну, скажем так... Налоговая сейчас стала целью. Ну, во-первых, налоговая, во-вторых, МТТшники, им надо просто год делить на 12 месяцев, да, это будет зарплата, ну, получается, что прошлый год где-то, выиграл я где-то 40 тысяч, да, соответственно, где-то по 3-3,5 тысячи долларов в месяц. А стримы теперь же тоже получают что-то приносить? Да, за полтора года, когда я получил партнерскую программу Твича, я заработал где-то, вот, должно было 15 апреля прийти мне деньги от них, 250 долларов за полтора года. Не, ну, я не про это, имею в виду, что и ты, и Толя, и я, и Миша, да, ну, как бы мы могли бы все стримить меньше, но понятно, что вот в нашем случае стримы – это все-таки определенный способ монетизации. Ну, ты от нас троих отличаешь, у тебя нет действующего контракта, но все-таки у тебя периодически какие-то предложения поступают, да? Ну, вот это было первое, по факту, Покердом – это было первое предложение, когда, ну, про что мы и сказали, что я именно из-за того, что плохие результаты, и нужно было сосредоточиться, ну, и уже показывать результат за счет своего мастерства, а не просто вот рандомного тыканья на кнопки, сделал себе вот уже последнее предупреждение, и решил, что пока стрима не буду, и тут, собственно, вышел Покердом на связь и предложил, скажем так, сотрудничество. Это, по факту, первое сотрудничество, на котором, ну, именно как стример, я получил какие-то деньги именно вот за счет того, что я делаю, что мне нравится, да, и… Не жалеешь? Нет, не жалею абсолютно, то есть, ну, это… Ну, удачно? Да, все, ну, условия были такие, что, как бы, я заработал деньги за счет работы, именно не просто я получил и потом тяп-ляп провел, ну, как ты это делаешь, вот, а именно что каждый день на протяжении двух недель я выходил в эфир, там, с 7 вечера до поздней ночи, и играл, и, как бы, мой заработок, по сути, зависел от того, как я буду выступать, и как это все, как бы, будет проходить, как будут проходить стримы. С учетом, что я старался и там, и там, то вышел в итоге, ну, достоин, скажем так. Леон, как у тебя дела обстоят с семьей, вот, скажем, у стримера? Ну, у меня есть любимая девушка, мы с ней встречаемся. Пока что еще предложение не делал. Ну, как она к покеру относится? Спокойно. Сама играет? Нет, не играю. То есть, она видит, что я адекватный человек, что я осознаю, что делаю, соответственно, она старается меня поддерживать в этом. Так, Леня, вот несколько коротких вопросов, и хотелось бы несколько коротких ответов. Они в основном такие разъемные, но так как у нас уже формат временный лимит и все остальное. Да. Скажи, как у тебя все, собственно, со спортом увлекаешься? Просто покер – это сидячий образ жизни, как удается, там, пробежки, все, спортзай. Лучший вратарь высшей лиги Саратовской областной, Саратовской областной лиги 8 на 8. То есть, сейчас тоже на вратарь, да? Действующий, действующий футболист. Ну, вот вижу, пузико так подроснулся немного. Это Миша просто, как бы, интервью проплачивает ужином, поэтому вот я, как бы, решил добрать с Михаила из отеля по максимуму, поэтому набил. А еще раз, а сколько ты билетов заточил на Каеве, в казахстанском турнире? Пять билетов? Пять билетов. Нет, я играл каждый день, отбирался по-разному. Если успевал, то отбирался с маленьких степов, то есть с доллара, с 10 долларов, в итоге по 50 долларов. Когда не было времени днем, то с 50 долларов, ну, почти каждый день я сыграл. Там две недели шло, и где-то я 12 саталитов сыграл. Слушай, а в целом кайфу с доллара отбираться, если, ну, я так понимаю, все-таки банкрот не позволяет сразу там за 50, это, по-моему, это банальная жадность, плюс ЕВ, потому что, когда 15 билетов и 17 участников, и тебе для того, чтобы пройти саталит, ничего не надо делать, просто зарегистрироваться, вот, саталиты были оверлейные, поэтому, как говорю, первый билет я выиграл, когда в САС, то есть участники были люди, которые отобрались через All-in Shootout за 5 центов, в итоговый саталит, потому что все остальные просто были оверлейные, там было, типа, 17 человек, 15 путевок, 13 человек, 10 путевок, и потом в итоге вам было, типа, 12 человек, 2 путевки. Ну, последний вопрос, вот я спросил по поводу билетов, 5 билетов ты выиграл, сейчас мы находимся в Казахстане, но ужин за тебя платит Михаил Симов. Да. Вопрос. Почему? Есть. Потому что он 2 раза выбивал меня на бабли, и я не получил еще 2 путевки в Казахстан, поэтому это, так сказать, рейкбэк, в данном случае, от Михаила Семина. Ну, вот эти 5 тысяч долларов, которые ты выиграл, расскажи, как ты их потратил. Как я их потратил? Я забойнулся здесь во все турниры, которые были, во все сателлиты, которые были, и темов у меня, знаете, сколько? Все окей, ребят, все окей. На чем вылетел в мейне? В мейне туз Король в пятерке монеточку проиграл. У тебя туз Король? У меня туз Король. А стак большой был, сколько блайндов? 22 блайнда я открылся, получил 3-бетик, запихал, пятерочки колили. Ну, и давай, для наших подписчиков, телезрителей, какой-нибудь напутственное слово, будем прощаться. Да, ребят, смотрите, пожалуйста, канал Михаила Семина. Он очень классный, он делает очень много полезных вещей, говорит очень умные вещи. Ну, и если серьезно, то пусть звезды всегда будут на вашей стороне.